Дорогое библиотечное содружество, дорогие читатели, пониматели и те, кто ставит для себя высокую планку ознакомиться с научным и художественным творчеством Александра Александровича Зиновьева, человека невероятной судьбы, легенды нашего времени. И вы мне позволите, я зачитаю несколько страниц, но это будет две с половиной страницы, чтобы не растекаться мыслью по древу. Я буду говорить о звезде первой величины. Это Александр Александрович Зиновьев. Дорогие современники, прежде всего я хочу приветствовать и поблагодарить вас всех здесь, в Иркутске, на литературно-театральном фестивале, по-своему принявшем эстафету праздничных мероприятий, начавшихся в январе этого года в гостином дворе Москвы на выставке «Уникальная Россия». Затем эстафета была принята в Париже на конференции «Пророк и диссидент» среди диссидентов. Далее на выставке в Государственной Думе Российской Федерации с названием «Зиновьевские высоты России». После эстафета перешла на территорию Общественной Палаты Российской Федерации, где прошла очень обширная конференция под названием «Духовное наследие Александра Зиновьева». А на научном триологии пониматели России Бердяев, Достоевский, Зиновьев, прошедшем в Московском доме Достоевского, Павел Ильич Фокин, свидетель всего этого и непосредственный участник. Затем нас принимал Нижний Новгород на Всероссийском библиотечном конгрессе и так далее. Нас ожидают в Рязани, в Казани, в Калининграде, в Костроме, в Берлине, в Париже и Дели. Открытие выставки, посвященной столетию великого мыслителя России, это прежде всего коллективное действие, состоявшееся благодаря историческому указу нашего президента. И в особенности, благодаря искренней, безотказной и постоянной работе группы преданных учеников и последователей Александра Александровича. Это продюсер года Александра Зиновьева Алексей Блинов, создатель выставки «Зиновьеву-100». Алексей, это Павел Евгеньевич Фокин, наш друг, отразивший в колоссальной, монументальной биографии, как было сказано вчера или позавчера, в литературной газете, биографии Александра Александровича в серии ЖЗЛ. И вы в вашей работе отразили все стороны творческой и научной, и человеческой натуры героя нашего времени. Спасибо, Павел Евгеньевич Фокин. И вы первым положили начало серии огромных выставочных проектов, которые уже подошли к цифре 10, начиная с 2007 года, с той самой первой выставки, состоявшейся год спустя после смерти Александра Александровича. И выставка называлась «Идей». И проходила она в многочисленных залах Государственного литературного музея Москвы. Будучи рожден 29 октября в Костромской глухомане, которую он называл «медвежьим углом», по его высказыванию, выдающийся мыслитель и гражданин России Александр Александрович Зиновьев всю свою жизнь оставался человеком, создающим огромную меру духовной и научной ответственности, выпавшей его тревожной и трудной судьбе. Тот факт, что практически до последнего дыхания он продолжал работать над своей последней книгой, которую можно назвать научным и духовным завещанием, фактор понимания, этот факт говорит уже сам за себя. Источником его беспокойства, особенно в последние годы его жизни, было нарастающее ухудшение состояния умов российского и не только российского населения. Зиновьевский алармизм, который многим казался непонятным, странным, проистекал из его ясного видения того, что в своем слепом стремлении к второстепенному люди теряют главное, основное – истину. Ибо медленно, но неуклонно человечество утрачивает способности, позволившие ему создать культуру, величайшую культуру, то, что, собственно, и отличает его от остальной части природы. Огненное сердце Данка – вот символ научной и духовной жизни, духовной деятельности Александра Александровича на протяжении всей его сложнейшей испытаниями и богатой событиями уникальной жизни. Человек, породивший феномен зияющих высот, знавший, какое светлое будущее ожидало всех нас, поразивший читателей парадоксальными фигурами Бума Саветикуса, Западоида, образы, катастройки, ибанско, глобальный человек. Сколько уровней, сколько беспощадных, разящих на повал характеристик нашей эпохи. Снайперская точность и сокрушительные диагнозы, подвластные Александру Александровичу, удивительному социальному нерву нашей эпохи – это мудрость, светлейший ум и безупречная стилистика его научных и литературных трудов. Он называл себя «думающей машиной», но при этом страдал и переживал все происходящее с нашим миром, не про форма, а горел душой и болел сердцем и за попранную и оболганную историю своей Родины, и за безориентированную послевоенную Европу. Его тревожила и не на шутку судьба западной цивилизации, собственной Европы, как ее колыбели. Фиксировал и обдумывал все происходившее на нашей планете, с точки зрения набирающей апокалиптическую скорость трагедии в направлении однополюсного, стерильного, монокультурного мира, управляемого, нет, не управляемого, а убиваемого генманипулированными биороботами. Критический анализ системы начался для него в 1939 году, длился всю жизнь на разных фронтах одновременно. Он никогда не занимал оборонительные позиции, но, напротив, всегда в Рергарде, не отсиживаясь в безопасных, комфортных окопах или около сытой хлеборезки. Рыцарь без страха и упрека, человек благородного жизненного подвига, ученый, создавший оригинальнейшее направление современной логики, первый социолог, давший полную картину коммунистической системы и единственный из российских социологов, удостоенный самой главной международной премии по социологии, премии Алексея Де Туквилля, писатель, породивший новый социологический роман. Он оставил нам, потомкам, огромное творческое и научное наследие, работать с которым, расшифровывать, обдумывать, предстоит, безусловно, всем нам, его современникам и последователям, объединенным понятием «зиновейник». Мы, биографический институт Александра Зиновьева, Зиновьевский клуб, международные медиагруппы «Россия сегодня», Международный научно-образовательный центр имени Александра Зиновьева в МГУ, а теперь и в рамках международного форума «БРИКС» упорно и последовательно выполняем нашу миссию, миссию с большой буквы, донести до нашего российского современника все 76 книг по логике, методологии науки, литературной и социологической труды, в том числе и рисунки, невероятные портреты Маслова. Это все Зиновьев и художник, по-моему, все прочее. И в этом году вот эти все работы издаются полным собранием сочинений в 44 томах в авторстве «Гражданина эпохи», входящем в международный проект «Легенды БРИКС». Александр Зиновьев сражался до конца. Выиграл свое главное жизненное сражение в реальной и аналитической войне, оставаясь всю жизнь человеком безупречной репутации. Он покинул поле боя 10 мая 2006 года. Часть его праха покоится на новодеющем кладбище Москвы. Мыслитель, гражданин. Боль и гордость России и всего образованного мира. Спасибо.